Приветствую вас и начать распутывать этот клубок, как вы говорите, я бы рекомендовал вам того, чтобы определить вашу неуверенность в себе как девочки и женщины. Ну это вот я вас здесь дословно цитирую, что вы испытываете проблемы с низкой самооценкой себя как девочки и женщины. Вот. Откуда эта проблема? Почему? В чем вы в себе не уверены? С этим нужно разбираться. Сначала создайте себе список тех качеств, которые вы в себе принимаете, которые вы в себе угощаете, список тех качеств, в которых вы себя, собственно говоря, считаете настольным человеком, и создайте себе список также и отрицательных качеств, значит, которые также, собственно, заставляют вас думать, что вы такая-то вот плохая и так далее. То есть это вот тоже важный момент. Далее, список этих качеств, список негативных качеств, именно негативных качеств, вам нужно будет разделить на две части. Первая часть. Первая часть – это качества ситуационные, то есть те, которые в зависимости от ситуации являются негативными, а в зависимости от ситуации являются и позитивными тоже. И эти качества вам надо бы принять в себе, потому что именно они представляют вашу индивидуальность, именно они являются признаками того, что вы уникальная личность, потому что любая индивидуальность – это двухсторонняя дуалистическая природа, которая имеет как отрицательные, так и положительные черты. И я хотел бы, чтобы вы это тоже для себя обязательно зафиксировали. Далее, те качества, которые являются только вредными для вас и ничего кроме вреда абсолютно больше не несут, необходимо также в себе принять и наметить себе четкий план по купированию этих качеств. То есть по принижению их, созданию таких ситуаций, где бы они меньше себя проявляли именно в качестве негативных аспектов именно вас. Начинать нужно с того, что никакие недостатки свои, никакие свои негативные качества вы полностью подавить не сможете, потому что вы человек и, как любой человек, вы не идеальный, но человеческая пронора не идеальный, абсолютно все люди не идеальны и то, что у вас есть какие-то негативные качества, всего лишь на все делает вас с человеком. Отходите себе на вопрос, хотели бы вы быть кем-то еще, а не с человеком. Далее, дальше, следующий важный момент, вы пишите, я не умею дружить. Ну, вы знаете, Вера, вам 25 лет, как вы и написали, и что, за 25 лет у вас не было ни одной подруги, ни одного друга, А как же ваши увлечения, которых у вас, по вашим же словам, довольно много? Как же тогда ваши интересы, как же тогда вы с мужем со своим познакомились, если вы дружить не умеете? Ведь у нас же самые отношения, любые, это всегда дружба. Ну, да, понятно, что она довольно условная, но тем не менее. То есть, понимаете, дружить, как бы дружить, вам не так сильно и нужно именно дружить. Оно не просто разделяет с человеком какие-то свои общие интересы и, в принципе, все. Вам больше не нужно ничего делать. А у меня сказывается ощущение такое, что вы как-то либо чересчур много возлагаете на дружбу, либо вы, наоборот, не очень-то сильно хотите быть субъектом дружеских отношений. Ну, здесь, опять-таки, непонятно, и нужно с этим разбираться. То есть, как у вас это происходит, как у вас это обстоит и так далее. Вот. Значит, далее. Далее, что я вам хотел бы сказать еще. Значит, вы пишете, что Одиночество у вас имеет место быть, то есть, вынужденное уединение, которое вы заполняете косметикой, одеждой и книгами. Но, при этом, значит, заходят не получать. Вы пишете, что я могла бы Одиночество залепливать из своих интересов, но мне не хватает на это время. Здесь вникает, как бы, в том числе такой вопрос. А зачем Одиночество, вообще-то говоря, как-то залепливает. Если вы не умеете дружить, и у вас нет друзей, то, по крайней мере, что это началось не вчера, и не месяц назад. Плошка, что это имеет довольно длительную историю. Историю. И если это имеет довольно длительную историю, то вы в этом как-то жили. То есть, вы как-то жили до своего мужа, до встречи с ним. А после, получается, он заменил вам, всех этих подруг. Вот это, кстати, чего ваше сознание расширилось. И вы почувствовали, вот вот что такое, дружить, вот что такое, делиться с кем-то. Какое-то время делились, а потом все вошло в привычную кляню семейного быта, и вы вновь ощутили одиночество. Точнее, вы впервые, наверное, ощутили одиночество. Здесь вам как бы жизнь подсказывает, что нужны люди. Мы все равно очень будем и свои отношения. О них мы, кстати, еще поговорим. А что дружба это немножко другое. И партнеры по вашим отношениям это также совсем другой аспект того, чем вы занимаетесь. Но вместе с этим важно, почему вы сами считаете свое состояние одиночеством. Получается, вам тяжело находиться наедине с собой. Получается, что вы не принимаете себя до конца. И не принимаете вы себя как раз-таки именно из-за проблем с самооценкой. Опять-таки. И может быть именно самооценка заставляет вас заниматься тем, что вы делаете. То есть, я имею ввиду заниматься там английским, много читать, рукоделие и прочее. Именно, чтобы что-то делать, дабы почувствовать себя лучше. Но действительно, с этой самой проблемой вы конечно же не работаете. И ваше право о том, что вам не хватает времени на свои интересы, но это по всему делу является избеганием. Человек, у которого действительно интересы есть свои, ну ему хватит и 20-30 минут, чтобы немножко кто-то в этом поделал. А вы говорите, что у вас ребенок 2 часа спит, и даже если вы час тратите на домашние дела, то еще час у вас остается. Пально просто это грамотно распланировать. Далее, значит, вы пишите о том, что со своим мужем поделиться данными моментами вы не можете, потому что он начинает искать проблему и решение этой проблемы. А вам решение проблемы, как я понял, не нужно. Вам нужно что-то другое. Вам нужно внимания. Вам нужно как вы сами говорите погладить вас по голове и сказать, что все будет хорошо. То есть вы хотите занимать позицию ребенка в отношениях, а мужчин вы хотите видеть позиции взрослого в отношениях. И это на самом деле тоже довольно тревожный знак. потому что мужчина позиционирует вас как взрослого и обжается с вами как со взрослым. А вы хотите быть ребенком для него. Говорит вопрос, почему вы хотите быть ребенком? Для чего вам его поддержит? Про внимание, про мужское внимание и мужскую ласку мы сейчас не говорим. Это немножко другое. я сейчас говорю только про поддержку и про убеждение вас в том, что все будет хорошо. Почему вас самой этого нет? Зачем вам такое поглаживание по голове не мужское, еще раз повторяю, а именно поддерживающее? Непонятно. Это все вам нужно искать самостоятельно. Самостоятельно. И корень проблемы окажется лишить такие опять же вы самооценки. Ваши самооценки. Ну и наверное в отношениях вашей семьи, потому что воспринимать своего мужа вот так, боюсь, что это вследствие какой-то формы взаимодействия между вами и вашими родителями. какой говорить не буду, вариантов довольно много, тем не мило, копать нужно именно в ту сторону. Теперь по поводу вашего мужа. У меня произвелось ощущение, что во-первых, он ваш муж не боится вас потерять. То вот на работе со СМИ до СМИ и четыре дня получается по вечерам его тоже нет. Получается в неделю он с вами проводит три вечера. Но это довольно мало. Еще надо бы отдельно поговорить о качестве. О качестве того, как вы с ним проводите время. Отдыхаете или вы с ним вдвоем там есть ли у вас время друг на друга. Насколько у вас развита интимная жизнь. И так далее. Может быть имеет смысл отдать ребенка на время хоть. Или подруге, или няночке, или знакомой, кому-то решила, а настоятельно вам смутим поехать побыть вдвоем. Потому что вот то, что происходит это довольно тревозь. То есть мужчина не стремится, не спешит к вам домой после работы. И плюс еще обесценивает вас. То есть говорит, что что вы ему говорите, да, решите проблем. То есть он не считает, что это для вас серьезно. Это плохо. Вот. ситуация с мужем, ситуация с мужем, нужно быть последовательным и стараться во-первых соответствовать образу поведения своему такому, который нравился вашему мужу. Во-вторых стараться давать ему почувствовать себя мужчиной и в то же время не стесняться требовать для себя ласки, заботы и так далее. Говорить ему лучше откровенно это в противном случае может получиться довольно плохая ситуация. И если он на это не реагирует, вам стоит подумать о том, чтобы соответственно со своей стороны в него также не говорит ничего и не проявляет каких-то эмоций не проявляет тепла, то мужчина наконец-то почувствует, что-то происходит серьезно. Понимаете, его все устраивает. До того, пока его все устраивает, он не будет менять своего поведения по отношению к вам в любом случае. Только если вы сделаете так, чтобы его к креста устраивать, то, что есть сейчас, только тогда у вас будут шансы напомнить своему мудобам, что есть вы, что у вас есть свои потребности. А пока он об этом забыл. И соответственно, напомнить ему нужно приемлемым способом, но опять же, исходя из того, какой он человек, какие у вас отношения, какая у вас позиция в семье и так далее. И какие у вас ценности. Ну, приходить сразу к каким-то серьезным методом не стоит. Сначала просто попробуйте напомнить друг другу, в частности вы, попробуйте напомнить своему мудобу о том, какая вы женщина для него и какой он мужчина для вас. дайте ему стимул возвращаться домой к вам, а не идти после этого куда-то. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удальше.